В средине 50-х в СССР массово строят простые пятиэтажки с маленькими квартирками. Совмещенный санузел, крохотная кухня, не выдерживающая критики шумоизоляция. Вот основные признаки классической хрущевки. Новостройки плохо сохраняют тепло. Квартиры в шутку называют хрущевскими холодильниками. В новой квартире всегда есть необходимый минимум, который позволяет жильцам переехать сразу. Но любой ремонт – это погоня за дефицитом. Советская промышленность производит нужный ассортимент материалов, но трудящиеся гоняются за импортом. К примеру, сантехника в цене чехословацкая. Обои должны быть непременно финскими или югославскими. Они были очень качественные. Они были настолько качественные, что не каждая наша штукатура, маляра могли эти обои приклеить. Они были плотные, они были с рельефными узорами. То, чего на той же Корюковской фабрике не было. Но они были и качественными, и красивыми. Их не было. Их просто не было. Потому что их давался какой-то небольшой процент к общей массе обоев. Невероятный дефицит – двери. Причем любые. Их производят исключительно для новостроек. И в розничной продаже дверей просто нет. Они появятся там не раньше середины 70-х и только в отдельных мастерских. Их просто не было. Потому что производила промышленность двери для жилищного строительства, для офисного промышленного, но не для торговли. В торговли их практически не было. Этого не было. Совсем не то, что... Петр Шкавро один из первых организовал в СССР производство дверей для розничной торговли. При том, что дверей было только два вида – входные и межкомнатные. И изделия пользовались огромным спросом. Хрущевки настолько малы, что их размер становится основным фактором, влияющим на дизайн советской мебели и бытовой техники. Семь квадратных метров на человека считаются нормой. В проектировании мебели даже принимают участие архитекторы. Они консультируют, что влезет, а что нет. Анна Романовна, скажите, пожалуйста, за эти годы стало лучше жить? Конечно, лучше. Знаете, когда мы приехали первый раз в Харьково, у нас ничего не было. А сейчас уже у нас, видите, и печка газовая. Тогда я топила на кирогазе. Холодильник приобрели, в магазинах сейчас все есть. Зайдешь, наберешь авоськи. Правда, тяжеловато. Но иногда ребята помогают. Скажите, пожалуйста, что вам дало пятилетку? Пятилетка дала очень старший сын Миши. Это мой отец, и на фотографии ему старший брат. Сейчас работает старпом. Меньший сын, старший. А вот и я. Вот почему-то тому назад, вы сами слышали, мы ее поздравили. Пришло уведомление, что он защитил на первый курс политических искусств. Получается, прошел 31 год. Я был награжденный орденом Учебской революции. Это кадры одного из немногих критических документальных фильмов советской эпохи. Речь идет об отдельных недоработках промышленности на фоне многочисленных успехов. Главные герои – семья Столивара-передовика Александра Амелина. Авторы фильма осторожно критикуют качество советской обуви и трикотажа, но в фильме нет ни слова о дефиците. Наоборот, Столивар со всей семьей ходит по переполненным товарами рынкам и магазинам. Ну, вы знаете, деньги на продукты питания, наверное, всегда хватало. А вот то, что на одежду хорошую, не хватало никогда. Ну, понимаете, купить пару женских сапог, я почему говорю, в 80-м году я женился, и купить пару женских сапог – это вся семья должна была сложиться. Сам фильм о недоработках, конечно же, должен быть сделан на совесть. Поэтому увидеть настоящую кухню Столивара-передовика в фильме не удалось. Там даже не поместилась телеаппаратура. А показать, что в кухне рабочего труженика негде развернуться – не гоже. Поэтому эти кадры снимали на киностудии Довженко в Киеве, куда Амелину пришлось срочно приехать из Харькова. Комната Александра тоже снималась в студийном павильоне.